Всем привет, вы находитесь на канале FastGuerTV, это вторая часть Skyrim Hardcore Выживания, потому что вам так понравилось, и мне понравилось, и мы будем продолжать, и я предлагаю в этот раз опустить пламенную речь, где я рассказываю про то, почему теперь в названии не 450, а 500 модов, потому что я уже понял, что в ближайшее время надо сделать какой-нибудь видос обзорный вообще по всей сборке на тему того, что там есть, что в ней меняется, какие там квесты, не квесты, а теперь появилось много квестов, причем некоторые уже доступны из них, не знаю, будем мы затрагивать их здесь или нет, ну именно в выживании имею ввиду, не суть, в общем, об этом потом, в названии цифра поменялась, просто примите это пока как факт. Что важно, нам нужно было решить то, каким образом мы будем создавать новых персонажей в случае смерти текущих, текущего, точнее. Я предлагаю такую интересную схему, вы начали писать прикольное бэкстори, или прикольное там просто описание персонажей, я предлагаю как раз это в таком формате и делать, то есть у вас есть комментарии, у вас есть там другие соцсети, любые, вы можете расписать историю персонажа как хотите, то есть прям вот в этом никак вас не ограничиваю, в этом нет, мне кажется, ничего сложного, то есть главное придумать и написать. Деталей может быть сколько угодно. Уже подстраиваясь под это, я буду выбирать начало, которое у нас есть у Мары, я буду именно его выбирать, а не рандомить, потому что рандом как бы не очень хорошо работает у Мары почему-то, как оказалось, да, учитывая, что я несколько раз начинал почему-то в томном братстве подряд, странно, функция работает, поэтому... Можно перестать бить стаканы, пожалуйста, и хватит мне мешать вообще. Так вот, а там уже будем смотреть, скорее всего мы будем создавать какой-нибудь список этих персонажей, можете даже имя им придумать, как хотите, имя, класс, раса, все что угодно. И потом, либо я буду из этого списка что-то рандомить, либо мы будем выводить это на какое-то голосование, то есть кому что больше понравится, и уже исходя из этого создавать персонажа. Здесь какой-то дикий ор, я предлагаю уходить, мы отдохнули, поели, едой закупились, пошли отсюда. Что-то орут, блин, какие-то звуки издают, господи, нелюди. Помимо прочего, стало чуть-чуть посложнее в плане лута, то есть, я говорю, многое изменилось, не изменилось, но добавилось. Для хардкорного нашего режима, и для Sky тоже я буду это использовать, система лута работает чуть сложнее, и система бартера, ну то есть торговли работает тоже сложнее, Я, короче, не смогу нафармить миллион денег, там, за пару торговлей. Во-первых, у продавцов больше нет столько денег, чтобы они могли все это у меня покупать. Во-вторых, цена образования будет работать по-другому. В-третьих, я, в принципе, буду находить меньше лута на противниках, и я не буду находить какой-то сильный лут там, где я его, в принципе, не должен видеть. То есть, сильный лут только в каких-то мощных данжах с сильными противниками, драугруми, там, я не знаю, личами, бичами, кем угодно. Но, но не на обычных бандитов, типа, доедрическое снаряжение, такого не будет. Надеюсь. Надо понять, что мы сейчас пойдем делать дальше, потому что я-то боюсь умереть. Вот, а мы попали на гражданскую войну, и, если честно, просто вот так вот идти по пути гражданской войны, это немножечко опрометчивый путь, а у нас вечер, да, ночь? Ничего страшного. Спать-то как бы не хочется, хочется поесть почему-то опять. Может, мы что-нибудь здесь возьмем? Моим людей для поимки вора. Почтоносец, но это не совсем ко мне. Ищу того, кто доставит оружие заказчику, а, уже занимались, куплю мелкие камни душ, рудокоп, охотник-поставщик ленины. Это, конечно, не совсем то, о чем я хотел бы заниматься сейчас. Так, дай-ка я проверю, прокачан ли у меня навык. Не прокачан у меня навык, у нас же игра вылетала. Так, мы прокачивали тяжелую брай... А! Что? Откуда у меня еще одна способность? Вот интересно. Откуда? Как? Непонятно. Нам с вами по... Представьте, что при свете луны нету. Попрошел слух, что вскоре один из караванов-каджидов отправится в Альсфейр. Может, я смогу попасть туда, если мне удастся найти этот караван. Не надо мне этого. Так, странный шут, предводитель соратников... Соратники... Не-е-е. Пока что... А, нужно отнести корону к генералу Тулю. В принципе, можно как раз этим заняться. Это же в Солитьюде. Можно как раз отправиться в Солитьюд. Не тратить эту ночь. А-а-а-а... Надо ли мне... Мне надо... Продать все-таки некоторые части снаряжения. У меня успешно пропала другая имперская броня. Отлично. Видимо, что-то встало на место. И той брони, которой у меня не должно быть, больше нет у меня. Да. Хорошо. Тогда и продавать ничего не надо, правильно? Правильно. Ой. Извиняюсь. Просто на войне я... Немножко дерганый. Все-таки постоянно люди пытаются нападать. А то режу глотки постоянно этим братьям бурить чертовым. Кошмар. Лунного сахара хочешь? Лунный сахар ни до чего хорошего не доведет. Что это было? Господи. Только какая-то птица орет. Только вот режет. Непонятно. Эм... Ну ты же не спишь. Ну нет. Да нет. Ну, куда едем? А мы едем в Хьялмарх. Полностью ошибка. В Хаффингар мы едем. Без остановок. А то еще где-нибудь остановимся, где не надо, и это закончится для меня плачевно. Вот правда есть страх. Вот когда... Когда есть условия, очень большой есть просто страх. Что какая-то любая вообще мелкая ситуация. Ну мы, если что, я не помню, говорил я это или нет. Если что, на всякий случай повторюсь. Если персонаж умирает по причине, там, я не знаю, съели текстуры, такого не было никогда, ну вдруг. Не знаю, там что-нибудь произойдет из ряда вон выходящее, да, какой-то механический слом, то это, ну, не считается. Потому что это всегда непредсказуемо и... Не является какой-то именно игровой частью. Такого не было ни разу, то есть, ну, скорее всего и не будет. Просто на всякий случай нужно это обозначить. Так, а надо отнести зубчатую корону, получается. Пить хочется спать. Ну сейчас отдохнем как раз. То есть, там-то я в таверну в Айтране зашел чисто... Чисто немножко передохнуть. Постоянного места для сна у меня нету. Быстро вдыхается персонаж. Я был имперским ягерем, мой мальчик. Эх, я бы тоже хотел научиться вашему обаянию. Меня ладится с луками, но не с людьми. Без тебя бы получился лучший ягер, чем из меня. Я, конечно, червовый местный. А может за то, что мы сделали зубчатой короной, мне выдадут снаряжение получше? Хотя у меня и так меч Пенитус Акулатус. У него один сутерон, это не так сильно. Вот зубчатая корона. Легатрики приказала передать ее тебе. Отличная работа, Саудат. Признаюсь честно, я сомневался, что она вообще существует. Были какие-то проблемы? Мы потеряли много хороших бойцов. Надеюсь, дело того стоило. Это не тебе решать, Саудат. Я бы тебя не отправил, если бы дело того не стоило. А теперь мне нужно доставить очень важное сообщение Ярлу Балдруфу, Вайтран. Мы знаем из надежного источника, что Ульфрик собрал достаточно людей, чтобы атаковать Вайтран. Однако Ярл отказывается от поддержки легиона. Знай, Саудат, в этих документах содержатся важные сведения, предназначенные только для Глаз Ярла. Я только что оттуда. Может, мне хотя бы... Солдат, понял. Тупо солдат. Без шансов на жизнь. Но я думаю, что Ярлу Вайтрана не обидится, если я прибуду к нему чуть позже. Что тут разлито? Это масло? Что вы берете? Я-то могу туда просто прийти, я буду очень сонный, но... Сколько денег? Кстати, вот почти две тысячи. А я почти ничего не делал. Есть, хочется. Так, давай... Нет, давай, наверное, Вайтрана. Все-таки... Хорошего сна там не будет. Я все-таки солдат, мы на войне. Эти чертовы братья Бури должны умереть. Да. Тяжело бегать в тяжелую броню. Кто бы мог подумать. Брат, ну прости меня, а... Извините. Поможем доехать? До... До Вайтрана. Поедем без остановок? Или... Залезай в повозку и отчаливай. Да нет, был я в Вайтране. Разок. В пределе не было так. Как интересно, можно подзаработать. И так выполняя самую примитивную работу, будучи солдатом имперского легиона. Может, у них бандиты где-то есть? Надо было в таверне поспрашивать. Хотя и не для меня это работенка, мне кажется. Мы вернули зубчатую каурону. Никто не верил в ее существование. Хм? Хоть утром, а то сейчас Ерла еще... Нет. Сколько времени, интересно? Давай тогда вот как раз сейчас в таверну. Надо было с этого начинать, видимо. Зато успели метнуться к Тулье. Тяжело броня. Стамина просто... Ее как будто бы нет. Я не знаю. Стой. Из-за драконов город закрыт. Из-за драконов? Проход только по официальной надобности. У меня тут послание от генерала Тулия. Ярл точно захочет с тобой поговорить. Найдешь его в драконьем пределе. Это на вершине холма. Ага. Что это был за докоп сейчас? О каких драконах вы говорите? Вообще не знаю. Не знаю такого. Какие-то драконы. И снова я здесь. Как и полгорода, наверное. Скорее всего. Кто по домам у кого есть? Кто в таверне? А, нет, удивительно. Удивительно, но нет. Да нет. Ну, точнее, да. Но мне нужна хозяйка таверны, которую я почему-то нигде не вижу. А почему я нигде ее не вижу? Извините, мадам, а может имперский солдат отдохнуть немного в вашей таверне? Хуль да. Соговаривают, будто коллегия сует нос в сартал. Маги в погребальном склепе. Эх, не дошло бы до беды. Да, и правда. А комнату могу снять? Хорошо, она твоя, Надень. А воды пополнешь? Конечно. А может быть... Может быть у вас еще и работенка какая-то есть? Вот, посмотри-ка. Люди Ярла зашли и оставили это объявление. Отлично. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Спасибо. Ну-ка. Так, указ о награде. Баугруф издает указ. Всем боеспособным мужчинам и женщинам владения Вайтран, бандиты, засевшие вместе под названием башни Валтейм, причиняют беспокойство, грабят и нападают на жителей и приезжих. Объявляется награда любому, кто убьет их предводителя провинции Сувенича. Ну вот. Похоже на правду. Интересно, какая награда. За щитом ничего не видно. Такой огромный. На то он ищит. Он должен меня защищать. Но мне пока нравится. Я бы, конечно, не продолжал в этом ходить. Но сама по себе броня неплохая. Так, короче, я так понимаю, это вот мне сюда? Видимо, да. Так. А, у нас уже 5 утра. Ну давай хотя бы хотя бы 4 часа. Я могу поспать? Давай 5. До 10. До 11. Воин. Воин. Я могу поспать до 11? Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Да ничего. И поесть, попить, и все. Еда, в общем-то, есть. Вода тоже. Так. Что, яблочко еще? Ярва заставляет. Ну, он не ждет, конечно, но все равно. А вот в нем Вайтран прекрасен. кто-то открадывает мои поля. Я знаю, что честь твоей семьи важна для тебя, но мы просто не можем с ней обошли. Ну, серьезно. Почему? Почему каждая моя пешая прогулка где угодно? Вот правда. Это не касается конкретно... Ну, это не касается чего-то конкретного всегда. Когда либо я иду ночью, либо я иду в сильнющий дождь. Как это происходит постоянно? Как будто третьего не дано. Так. У меня послание от генерала Тулия. Я знаю. У меня послание от генерала Тулия. Вот как. Интересно, чего этому выскочке теперь надо? Как бы там ни было, это подождет. У меня с драконом забот по горло. С каким драконом? Ты свидетель нападения на Хелгена? Почему это происходит постоянно? Видимо, я видел, как дракон сжег до того Хелгена. По имени Исмира. А Эрилет была правда. Не знаю, когда это было, правда? Что скажешь теперь про Вентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды. Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, чтобы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон сжет моим водением. и убивает моих людей. А Эрилет, немедленно направь отряд Фрибергу. Да, мой ярл. А я? А я могу заняться своими делами? Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забыл. Да, да, полностью моя заслуга. скромный дар в знак моей признаки. Броня варвара. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Я тут с другой целью как бы. Что за броня варвар? Ну-ка. 27. Ну, попробуй перебить 66, да? Я пошел бандитов убивать у вас тут в округе, я понял. Ну, какое, к черту, что? Фаренгар, я нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ему все подробности. Так Ярл думает, что ты мне пригодишься? О, да, он должно быть имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю добыть, я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая может быть там лежит, а может и не лежит. Я тут при чем? Какое отношение это имеет к драконам? О, ты не просто наемник, а еще и мыслитель. Может быть, ты даже ученый? Видишь ли, когда начали ходить истории о драконах, многие отмахивались от этих слухов и мифов, как от невероятного. Верный признак дурака отметать как невозможное все, что не подтверждается его личным опытом. Но я начал собирать сведения о драконах, ища ответ на вопрос, куда они пропали много лет назад и откуда они взялись. Так что вы от меня хотите? Я узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она скорее всего в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. А так а вообще поддерживаешь империю или Ульфрика? Если я скажу, что это не лучший вопрос, ты поймешь, что я имел ввиду? Вряд ли. Так или иначе, пока в мои исследования никто не лезет, мне все равно, кто командует. А теперь прошу извинить, у меня дела, а твои вопросы меня ужасно утомляют. Удачного дня. Сейчас это самое важное. Мы запомнили ваш вопрос, ответ точный. знать, как нам победить этого дракона или драконов, как можно скорее, пока не поздно. Я пойду. Помощника, как ты меня назвал? О, понятно все. тупой маг. Потрясающий процесс. Я не могу доставить ему сообщение, потому что да. Башня Ваутейм это где? Это вообще не в ту сторону, куда собирать драконий камень. Отлично. просто превосходно. Я должен отдать сообщение. Я рулон занят, видите ли. Он видит, что к нему пришел человек в форме. И его это не интересует. Он не знает зачем. Не знает почему. Ему просто плевать. Вот айрилет пошла собирать войска. Так, ребята, может у вас тут есть какие-нибудь я не знаю оружие? Хотя нет, выше 11 это наверняка да. Приветствую тебя в доме воительницы. Пусть название тебя не смущает. у нас и для воителей найдется все, что нужно. Покажи. А, да? Его не работает магазин. Почему у него не работает магазин? Видимо ничего интересного. еще в дождину. господи. Что это за крик? И правда, что это за крик? На что это похоже? Что это за животное? Так, ну я пойду за драконием камнем Тут явно больше платят, чем За бандитов Я просто не представляю, кто это может быть И почему он у меня преследует Так, а что у меня по стрелам, кстати? У меня 13 имперских стрел? Это понятно Там еще наверняка какие-то стальные, железные должны быть Бедоварни Ходинга И кто-то Рубю просто делит Ты дурной совсем Субтитры сделал DimaTorzok Но никого на пути нет Дорога свободна Потому что действительно Короче, давай сюда все, что у тебя есть ценного А то выпотрошу как рыбку А может ты просто уйдешь прямо сейчас? Ты не видишь, на кого ты допадаешь? Грозно, но я почему-то не боюсь Больше я повторять не стану У меня нет на это времени Это куда? Нет и никуда, помогите мне Ты... Красеныш Оргнянский Ущади меня Блюдок Спасибо У нас сразу же порядка, оказываетесь Стоите Не понял, правда, откуда они взялись Но это было очень кстати Чего себе Вот так вот, я говорю Все, что угодно Меня может убить Буквально Любое неправильное движение Вы сами разберетесь Я так понимаю Вот Молодцы Это я заберу Моя броня Ты что, из защитников-операторов Не могу сказать, что за ним Возьмите В смысле не могу сказать? Я потрясающий Так, а почему я плащ проигнорировал Накидка имперского рыцаря? Потому что она выглядит... Нет, она не выглядит странно Я буду ходить в накидке А, вы бежите в этот В Ривервуд, господи Я-то думаю Зачем вы здесь? Что, с волками мне помочь? И ворами? Ух ты, блин Сегодня дождь не закончится Я правильно понимаю? Мне попросить надо было, да? Так, товарищи стоят Ну-ка, дай-ка еще раз посмотрю На всякий случай Сколько у меня стрел, если что Есть нордские Есть стальные Отлично Господа Ооо Стрелок из меня, конечно Тот еще Так а ну иди сюда Господи Солдат имперского легиона Как ты попал это? Так вот Так, надо вытаскивать Самое глупое будет умереть От кровотечения Ну-ка Так, охотничий Ну, как бы Ничего особенного А у тебя Стрелку хоть отдай Ооо Пречатки можешь взять Ну, холодновато Ну, холодновато Еще кто есть? На огреб Просто как бы я могу Нет Закончились Отлично Так, это, кстати, отличный момент Чтобы познакомить вас с новой механикой Которая есть в сборке Которая мне безумно нравится Помните, у меня была проблема с тем Что бандиты Постоянно умирают Я их на заставах режу Режу, режу Они возвращаются Возвращаются Можно захватить Эту территорию Почему-то, правда, не могу Возможно, кто-то остался Все-таки еще живой Потому что не могу Как бы зафиксировать По какой-то причине Возможно, кто-то остался В общем, смысл в том, что можно Захватывать территорию Ну, по сути, победив просто бандитов Или там некромантов Ну, не важно Я просто прихожу Захватываю, получается, точку Почему, правда, она не действует Я не знаю Вот, и здесь больше не будет Никогда бандитов То есть Сюда придут А можно выбрать От какого города С какой политической стороны Здесь будут ходить солдаты И все И на этом уже Как бы они займут Получается, башню Или заставу Или крепость Или все, что угодно И просто Бандиты Некроманты Нечисть Никогда больше не вернется В это место Это Чтобы Ну, избежать Вот этого бреда В плане того, что Я постоянно зачищаю точку И туда просто Возвращаются бандиты Как будто, блин Там никого не было Ну и чтобы не повторяться По нескольку раз Чистить одно и то же место Такое Здесь кто-нибудь есть Ух ты же, блин Ну это с тяжелым Угу Это будет весело Давай, иди сюда На лестнице с тобой Танцевать будет очень Ааа Теперь ты поплачешься Я-то? Я ударю тебя в сон Сюда подойди Ааа Ааа Это вот что называется Стрела по голове У меня есть зелье На лечение? Нет Ты-то сам где? Ах ты Ах ты Ааа А все? А я ничего не могу сделать И не успею Только если Я умею в магию Ай-яй-яй-яй-яй Учники Учники Моя самая большая проблема Не только в скайриме Между прочим Не знаю зачем я сохранился Все равно Умру-умру Блин, его не видно Он... Где ты? Вот он Вот он Вот он Вот он Да как он это делает? Аааа Меня победил лучник Ф в комментарии Просто Просто Ф Потому что меня отправили не по заданию И больше это сообщение Ээээ Никто не увидел Никто не заметил И война осталась Просто незаконченной И даже непродолженной Что ж Нет Друг мой Мы с тобой Мы с тобой померли Да все Иди в зад Не хочу с тобой разговаривать Так вот закончилась история меня Но в любом случае Это была такая Моя тестовая жизнь Эээ И не могу сказать Что я был супер рад Тому что мы попали В имперский легион Потому что я в принципе Гражданскую войну Не особо люблю Эээ И к тому же Опять идти И проходить Ветреный пик Господи Тысячу раз Это уже было сделано И как-то Немного задушилось Но слушай Лучники прям реально Бьют больно Очень больно Бьют лучники Не знаю как Мы будем с этим продолжать дальше Тем более это бандиты Бандиты у нас усиленные Так что вы видите что Как бы умереть здесь Возможно Даже несмотря на то что У меня тяжелая броня Большой щит Тяжеленный Тоже должен защищать Но вот оказывается Не справился Что ж Это была наша первая жизнь Не падай пожалуйста Не скатывайся с горы Я тебя умоляю Давай так с тобой еще умрем Это будет вторая Лучшая смерть Останемся Здесь Вот Вот в этом месте Должно было Но когда-то закончится А я думаю что Мы с вами увидимся В этом формате скоро Потому что опять же Вам понравилось Мне Тоже понравилось В таком режиме играть Следующий персонаж Уже буду Выбирать Исходя из того Что вы напишите Вы уже что-то написали Я составлю список И либо сделаем голосование Либо Я выберу рандомно Из списка Не то что мне понравится А то что просто вот Решится судьбой А на этом все Продолжать Смысла Нет Персонаж Мертв В следующий раз Будет не имперский легион Я надеюсь На этом все Если вам понравилось Это видео Поставьте лайк Прокомментируйте И подпишитесь на канал Если вы еще не подписаны А также не забудьте Нажать на колокольчик Чтобы не пропустить Новое видео Напоминаю Что спонсоры канала Смотрят серии Скайрима Чуть раньше остальных И на этом все Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok